Экологи сегодня провели очередные заборы морской воды на 13-й станции Большого фонтана. Ученым в этом помогли сотрудники спасательно-водолазной службы. Специалисты говорят, что недавнее позеленение моря вызвало природная аномалия. При этом другие показатели чистоты были нарушены. В этом году, в июне, у нас так рано начало цвести море. Это, конечно, аномально. Это связано и с тем, что июнь, начало июня, у нас было аномально жарким, у нас прошли сильные ливни. И вот эти водоросли, к сожалению, и прошли ливни, в море попала масса органики, и вот эти водоросли выросли. У нас такие ситуации бывают, и обычно бывают в августе, но в этом году у нас они начались, ну, в июне. Сами же отдыхающие говорят, что сейчас море вполне пригодно для купания. Никаких тревог у туристов не вызывает. У меня есть это самое спрей от всех бактерий. Вчера, правда, водоросли, как в болоте, там, где Баба Яга живет, а сегодня отлично. Вчера я не нашла никаких сообщений о том, что с морем что-то не так. Хотя мы искали в интернете, все ли хорошо, можно ли купаться. Ничего не нашли, пошли на море. Все в порядке пока что. Надеемся, все будет хорошо. Вчера появилась же строка в телевизоре, что уже экологически чистая, уже можно купаться. Появилась строка, не знаю, какая станция, но видел. До этого купался. Купался, ничего, нормально. Но я с утра пораньше. Все собранные материалы специалисты отправили на исследование специальный лабораторный центр в Одессе. Здесь в течение четырех дней заборы изучат на содержание пестицидов, тяжелых металлов и других вредных веществ. Предыдущие заборы были условно безопасными. По содержанию токсичных металлов там ничего не было обнаружено. Там были обнаружены морские водоросли, которые при высокой температуре воды, они начинают свистеть и разлагаться. И поэтому получается у нас, что по микробиологическим исследованиям вода была нестандартная. Окончательные результаты взятых проб будут готовы в пятницу. И тогда можно будет говорить об актуальном состоянии морской воды и предоставлять определенные рекомендации. В общем, в ближайшее время планируется взять 110 проб воды в Одессе и области. Пока же, согласно официальным данным, большой опасности вода в Черном море для отдыхающих не представляет. Однако просят временно воздержаться от употребления черноморской свежей рыбы и морепродуктов.